Значит, следующая операция, которую мы будем с вами осваивать, но она относительно простая, это определение величин отношения смеси и удельной влажности. Да, Q и S, или R, по-разному обозначается, так у нас будет R. Значит, ну, конечно, для расчетов по гидродинамическим моделям эти две переменные различаются, но если вы посмотрите на эти значения, то различия, они составляют порядка, не знаю, нескольких процентов. Ну и при той точности, которую мы имеем на аэрологической диаграмме, вы видите, да, есть той точность, которую вы вычисляете, вот эти различия на несколько процентов, они практически не... невозможно их определить. Удельная влажность, Q, в которой входит во все уравнения потоков тепла. А отношение смеси – это R? Отношение смеси – это R. Удельная влажность – это Q. Разобрались? Да. Так вот, при точности аэрологической диаграммы мы можем считать, что Q приблизительно равно R. В одном случае, да, это отношение плотности водяного пара, единицы объема, к плотности всего воздуха, а в другом случае это отношение плотности водяного пара к плотности сухого воздуха, то есть без водяного пара. Так вот, эти различия при данной точности, они незначимы. Значит, что у нас показывает на аэрологической диаграмме влагосодержание воздуха? Вспоминаем прошлую лекцию. Какая линия показывает влажность воздуха? Точка росы, хорошо, она показывает для реального радиозонда, да, влагосодержание на каждом уровне. Точка росы у нас характеризует это. А линии какие отражают у нас? Да, наклон уже хороший. Правильные изограммы, да? Зеленые тонкие линии, наклоненные влево. Так вот, здесь все просто. Чтобы определить отношение смеси, нужно найти изограмму, которая проходит через... Ну, через что она должна проходить? Через какую кривую? Кто показывает влагосодержание воздуха? Кривая точки росы. Значит, надо найти изограмму, которая проходит через кривую точки росы. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот возьмите температуру, предположим, ту же нашу любимую, плюс 10 градусов. Предположим, это будет точка росы. На уровне тысячи гектапаскалей, плюс 10 на уровне тысячи гектапаскалей. И определите, какая, какому этому значению, какое соответствует отношение смеси. Надо найти температуру 10 градусов на уровне тысячи гектапаскалей. Нашли? Изограмму, проходящую через нее, нашли? Очевидно, нет. Вообще есть такое понятие, как интерполяция. Да, то есть если проходят две изограммы рядом, то надо синтерполировать между значениями на соседних изограммах. Такой процедурой раньше не были знакомы? Ну, где-то, да, я тоже не могу тут вам точно без линейки определить. Да, между семеркой и восьмеркой. Поняли, где это подписано? Саш, нашли? Все, отлично, идем дальше. Да, следующая характеристика, которая нам тоже, может быть, понадобится, это отношение смеси при насыщении. Да, мы помним, что у нас есть реальное влагосодержание воздуха, а есть максимально возможное, которое зависит от чего, чем определяется? От температуры. То есть для того, чтобы найти максимально возможное, какую изограмму надо взять? Проходящую через... Это что фактическое, а что максимально возможное, изограмму, проходящую через... зависит от температуры воздуха. В настоящий момент воздух имеет какую-то температуру. Через кривую стратификацию, совершенно верно. Но не будем повторять эту операцию, потому что, да, все то же самое. Тоже нужно найти изограмму, только проходящую не через точку росы, а проходящую через температуру. Значит, следующая, пятая операция – это определение температуры точки росы и относительной влажности. И начнем мы с определения относительной влажности. Значит, первый способ – расчетный. Относительную влажность можно посчитать. Если определить отношение смеси, мы только что выяснили, как это изограмма, проходящая через точку росы. Так? R. Надо найти изограмму, проходящую через точку росы. R. R. Найти изограмму и соответствующее ей отношение смеси, проходящую через кривую точки стратификации. Поделить одно на другое и умножить на 100%. Получится относительная влажность. Это простой вариант. Но простой на самом деле он по времени может оказаться даже более длительной, чем вторая процедура. Чаще всего пользуется именно вторым вариантом. Это способ графический. Так, у нас точку росы мы квадратиком обозначаем. Температуру воздуха треугольничком. И, предположим, на некотором уровне P, да, у нас есть эти две точки. Надеюсь, что мы делаем? От точки, лежащей на кривой точке росы, на депи-грамме. Параллельно изограмме. Так, изограммы у нас наклонены на кусоугольные, они наклонены вправо. Хорошо, пусть будут наклонены вправо. Параллельно изограмме опускаемся до уровня тысячи гектопаскалей. Сейчас будете это делать, не волнуйтесь. Это изотермы коричневые. От, отсюда, параллельно ближайшей изотерме. Поднимаемся до пересечения. Смотрите, изограммы, которые проходят через стратификацию. До из... да, ну, собственно говоря, все. Значит, параллельно изотерме поднимаемся до изограммы, которая проходит через кривую стратификации. Вот находим их пересечения. Дальше находим давление на этом уровне. И берем от него первые две цифры. Это и будет относительная влажность. Значит, это не магия чисел и ничего. Это все следует из формул. Почему первые две цифры? Там приблизительный коэффициент при расчете получается 10. Ну, то есть просто надо вот эту величину давления разделить на 10. Там такой коэффициент в знаменателе стоит 10. Поэтому, ну, с той точностью опять, которая же есть, мы можем просто взять первые две цифры. Ну, по-хорошему, если разделить на 10, будет 72,5. Но берутся вот при таком приближенном расчете первые две цифры. Ну, давайте поэкспериментируем. Значит, берем уровень... Ах, какой вам взять уровень. 700 гектопаскалей. Температура воздуха пусть будет, как всегда, плюс 10. Температура точки росы будет плюс 5. Уровень 700 гектопаскалей. П равно 700 ГПА. Температура равна 10 градусов Цельсия. Температура точки росы равна 5 градусов Цельсия. Нужно определить относительную влажность. Дальше идем по изотерме. До пересечения с изограммой, которая идет через Т. Там очень просто получается. Сколько? 70, конечно. Ну, вы попали на ту же самую... Мы попали на изотерму 10 градусов, да? Поэтому никакого даже. Просто надо подняться до уровня 700 ГПА. Как раз получится 70%. И есть третий способ. Ну, конечно, самый простой, но в нашем случае неприменимый. Это определение по номограмме. Я вам говорила, что номограмма есть только на прямоугольных аэрологических диаграммах. Поэтому вот если мы пользуемся для наших вычислений прямоугольной диаграммой, мы можем просто по как бы двум осям. Надо просто увидеть эту номограмму. Там есть значение температуры и температуры точки росы. И на их пересечении по номограмме можно определить относительную влажность. Следующая процедура, ну, точнее, это не следующая по номеру, а это обратная как бы процедура, все в тот же пункт входит. Это определение наоборот точки росы по значениям давления, температуры и относительной влажности. Значит, такая процедура бывает полезна, если вы имеете дело с чистыми данными радиозонда. Как вы знаете, радиозонд точку росы не определяет. Радиозонд как раз измеряет температуру, давление и относительную влажность. Значит, здесь все наоборот. Первый метод опять-таки расчетный. Если у вас есть температура, вы можете найти РМ, правильно? По изограмме, которая проходит через эту температуру. Дальше, если вы РМ умножите на относительную влажность, вы получите значение отношения смеси. Плюс у вас есть давление, да, оно известно. И на пересечении этого давления и этой изограммы Р вы находите значение температуры. То есть П у вас есть, это определяет горизонтальный уровень, правильно? Вы нашли изограмму, соответствующую Р. Находите их пересечения. Это будет некоторая точка. И смотрите, какая температура в этой точке. По изотермам уже, да, эта температура и будет точкой росы. Ну все то же самое, только в обратном порядке. Графический способ, как вы догадываетесь, тоже пойдет в обратном направлении. Значит, как он пойдет? У вас есть значение температуры и давления. Вот у нас есть некоторый уровень. Есть опять 1000 ГПА. Есть изотермы. И есть изограммы. И есть вот эта точка с температурой Т на уровне П, в некотором давлении. И есть значение Ф. Значит, сначала вы опускаетесь или поднимаетесь. Это может быть в зависимости от значения. Вы опускаетесь до уровня давления П равно 10Ф. По изограмме. По изограмме опускаетесь до уровня 10Ф. Дальше по изотерме. До 1000 ГПА. Дальше по изограмме. До уровня П. И та температура, которая здесь, это и будет температура точки Росы. Весь тот же путь в обратном порядке. Параллельно изограмме до уровня 10Ф. По изотерме до 1000 ГПА. По изограмме назад к начальному уровню П. Температура в этой точке и будет температурой точки Росы. Следующая операция – определение виртуальной температуры. Значит, виртуальная температура. Вспоминаем, что это такое. Какой у нас воздух более легкий? Влажный. Значит, чтобы сухой принял ту же плотность, что и влажный, его нужно... Чтобы плотность уменьшилась, воздух нужно подогреть или охладить? Подогреть. Значит, отсюда определение виртуальной температуры. Виртуальная температура – это условная температура влажного воздуха. При заданном давлении. Значит, это условная температура влажного воздуха при заданном давлении. до которой нужно нагреть сухой воздух, чтобы он имел ту же плотность, что и влажный с температурой Т, давлением П и парциальным давлением Е. То есть, влажный воздух у нас имеет некоторое давление П, температуру Т и парциальное давление Е. И виртуальная температура – это будет та, до которой нужно нагреть сухой, чтобы он имел ту же плотность, что и влажный при конкретных Т, П и Е. Значит, поскольку нагреть, то понятно, что виртуальная температура будет больше. Так, если я напишу здесь, будет видно? Сейчас я штору закрою. Значит, ТВ у нас равна Т на единицу плюс 0,377 Е деленное на П. Это формула виртуальной температуры. Значит, зачем нам нужна виртуальная температура? Если помните, еще одна формула. Это формула для определения относительно геопотенциальной высоты. Так вот, значит, виртуальная температура, средняя виртуальная температура слоя, она входит в эту формулу. Поэтому нам нужно ее определить. Значит, по значениям температуры воздуха и температуры точки росы можно определить виртуальный добавок. Помните, на прошлой лекции мы с вами разбирали, там такие есть зеленые точечки на аэрологической диаграмме, которые как раз показывают величину виртуального добавка. Значит, что мы делаем? У нас есть на уровне П значение температуры и температуры точки росы. Содержание водяного пара, как вы помните, у нас показывает температуру точки росы. А величину этого содержания указывает проходящая через данную точку изограмма. Поэтому от точки, от вот этой вот точки росы на конкретном уровне параллельно изограмме нужно подняться или опуститься до ближайшей шкалы виртуальных добавок. Ну вот давайте посмотрим что-нибудь не очень далекое. Пусть у нас будет на уровне 850 гектопаскалей температура плюс 20 градусов. Температура точки росы. Значит, на уровне 850 гектопаскалей температура точки росы 20 градусов. Найдите виртуальный добавок. Ну там близко совсем. От температуры точки росы плюс 20 на уровне 850 нужно по изограмме опуститься до ближайших шкалы виртуальных добавок. Сколько получилось? 3,1. Что нужно сделать с этим 3,1, чтобы определить температуру? У всех получилось 3,1? Нашли? Точечки зеленые. Ну кто не нашел, скажите. Нашли все, да? Что нужно сделать с этим 3,1, чтобы получить виртуальную температуру? Виртуальный добавок. Добавить к температуре. Совершенно верно. Да, то есть у вас на уровне П было значение Т, ТД и все. По ТД вы определили виртуальный добавок, чтобы получить виртуальную температуру, нужно добавить добавок масло масляное к значению температуры. Вы получите виртуальную температуру. Ну а вот теперь все наши эти знания мы применим к квинтэссенции, самой, наверное, трудоемкой процедуре с аэрологической диаграммой. Это вычисление превышения одной изобарической поверхности над другой. Давайте мы сейчас возьмем какой-нибудь слой, где ничего не было, где у вас чистые диаграммы, чтобы было удобнее все это дело считать. Значит, формула вы видите для вычисления, да, естественно, по формуле мы считать не будем, но исходя из нее, можно понять, что же нам нужно. Первое, что нам нужно определить, что здесь неизвестно, это средняя виртуальная температура слоя. У вас есть значение. Вот мы с вами сейчас будем определять превышение, ну, давайте, изобарической поверхности 300 гектопаскалей над 500. Ставьте точки. Значит, на 500 температура воздуха будет минус 10. температура точки росы минус 20. Ну, для упрощения задачи. На уровне 300 гектопаскалей температура воздуха будет минус 20. ну, чуть-чуть сложнее. А температура точки росы будет минус 35. Поставили точки. Давайте напишу, кто со слуха не воспринимает. Значит, на 300 гпа температура, ой, не та нарисовала, температура воздуха будет минус 20. Температура точки росы минус 35. на уровне 500 гпа температура воздуха будет температура воздуха будет я сказала минус 10, да? А температура точки росы будет минус 20. Это начальные условия, которые мы сейчас будем, на которых будем тренироваться. Значит, нам нужно определить для начала, что у нас стоит средняя виртуальная температура какая? Средняя по слою. Середина слоя где у нас будет? 400 гпа. Прекрасно. Но я вам специально дала не самую сложную задачку. Значит, первое мы находим среднюю температуру слоя. Какая? Средняя температура слоя? Минус 15. Прекрасно. Как сказать, средняя температура слоя? Если она сложила и разделила пополам. Сложнейшая операция. Там сложнее, если посередине слоя есть особая точка. Вот если есть инверсия, то там надо, соответственно, посложнее это считать. Тогда сначала надо определить до среднюю температуру слоя до особой точки. Потом среднюю температуру слоя от особой точки до этой. И потом с учетом их относительной толщины найти среднюю температуру слоя. Ну понимаете, один может быть уже, да? Другой толще. Соответственно, нужно через пропорции посчитать. Вообще на прямоугольной диаграмме есть очень простая операция. Там проводят вот так вот кривую, чтобы площади от кривой стратификации до вот этой средней были как бы, ну, так провести прямую, чтобы две площади были одинаковые приблизительно. Но на соугольное это сделать нереально. Потому что вот когда это у вас все наклонено, понять, насколько там одинаковые площади, это абсолютно нереально. Значит, что вы делаете дальше? Вы наносите эту температуру минус 15 на средний уровень. Средний уровень? 400 ГПА. Наносим здесь. Я не знаю, где она покажется у вас там. Минус 15. Но наносим это. Потом у вас этого не будет. Это чисто для вас операция вспомогательная. Средняя температура точки росы? Минус, да, 27,5. Правильно, да? Наносим ее тоже. Минус 27,5. Дальше. Определяем виртуальный добавок. Как? Так, находим изограмму, которая проходит через 27,5. Минус 27,5. И находим виртуальный добавок. Так, ближайший у нас будет на 520 ГПА. А, вот он, я просто его не вижу. Мы берем изограмму, которая проходит вот через эту точку. Изограмму, которая проходит через средний уровень давления и среднюю виртуальную температуру точки росы. Нашли? Виртуальный добавок на уровне 520 ГПА ближайший. Опускаетесь. От 400 до 520. Сколько получился виртуальный добавок? 0,16. Низкие температуры я взяла. 0,16. Куда будем 0,16 прибавлять? А? К температуре. То есть к минус 15. Получается минус 13. Ой, господи, да, минус 14. 0,2. Ну, с точностью до десяток это будет, соответственно, 0,2 прибавим. Да, если 0,16 округлить, это будет 0,2. Соответственно, будет минус 14,8. Минус добавок 0,16 получился. Получился 0,16, нет? И вот этот, значит, получили температуру не минус 15, а минус 14,8. И теперь, наконец, у чуда, именно на уровне 400 гектопаскалей у вас такие коричневые штришки есть. Видите? Вот ищите, ну, или интерполируете значение вот этого коричневого штриха, приходящееся на минус 14,8. точку, где минус 14,8 на 400 ГПА нашли? Я минус 15 нашла, минус 14,8 я уже не вижу. И тут прям штришок есть. И на штришке что получается? тут 360. 387, да, это 380. 82, 4, да, где-то 7. Увидели штришки, нет? Там слева 380, справа 390, но если красиво посчитать, то будет 387. Что мы получили с вами? Что превышение поверхности H300 на H500 составляет 387 геопотенциальных декометров. А если нам нужно определить H500 на 1000, как мы будем действовать? У нас, если вы помните, вот эти вот превышения даны послойно. Значит, мы сначала определим H850 на 1000, потом определим H700 на 850, и потом определим H500 на 700. И когда мы все это сложим, мы с вами получим превышение H500 на 1000. Понятно, по аэрологической диаграмме считается все послойно. Для каждого слоя мы проводим ту процедуру, которую сейчас с вами сделали. В принципе, когда потренируешься, это получается очень быстро. Ну и, наконец, последняя операция, которую мы должны сделать, ну, не последняя с аэрологической диаграммой, а в данном пункте. Это определение абсолютного ее потенциала. Предположим, я хочу узнать H100. Для этого я для начала должна определить H1000. А потом превышение H100 над H1000. H1000 как мы с вами вычисляем? Барическая ступень на P0 минус 1000. В данных радиозондов всегда есть приземное давление, это P0. И в данных радиозондов всегда начальная точка подъема у вас будет температура воздуха. По температуре воздуха вы находите барическую ступень. Помните, там есть три градации. Если меньше минус 15, то, так, я просто переписываю. Значит, H100 будет равна H1000 плюс H100 над 1000. Сначала выражаем H1000. Это будет барическая ступень, которая зависит от приземной температуры. 0,9, 0,8 или 0,7. Это мы с вами на прошлой лекции писали. P0 – это приземное давление, которое это тоже есть давление в начальной точке подъема. И вычисляем по этой формуле H1000. А дальше поехали. Послойно H850 над 1000 плюс H700 над 850 плюс H500 над 700 плюс H300 над 500 плюс H… Так, сейчас я вспомнил, какой у нас следующий слой. Правильно, 200 над 300 плюс H200 над 300 и плюс H100 над 200. Определив последовательно вот эту толщину каждого из этих слоев, в итоге вы получаете H100. Ну, H100 редко так считают. Это, конечно, долго, только для упражнений. Но вот тем не менее, значит, вот последовательно определив толщины всех этих слоев, мы можем с вами определить абсолютный геопотенциал. Понятно с этим? Да, соответственно, почему, вот как я, видите, даже сейчас посмотрела на аэрологическую диаграмму, слои выбраны, ну, не то чтобы произвольные, но они уже каким-то образом, да, стандартным выбраны для аэрологической диаграммы, и в середине каждого из этого слоя есть вот эта вот шкала толщины, вот эти вот коричневые вертикальные штрихи. Соответственно, вы не можете сразу определить там, предположим, H500 над 850, потому что у вас нет шкалы этих вот превышений для целого этого слоя, есть послойно. Ну и, как правило, вот эти все уровни, которые здесь перечислены, это стандартные уровни, на которых радиозонд измеряет характеристики. Поэтому у вас на всех вот этих последовательных уровнях в 1850, 700, 500 и так далее есть значения T и TD. И по этим значениям каждый раз, понятно, если вы возьмете целый слой, у вас получится менее точно. Поэтому вот по всем точкам, по всем тем данным, что вам дает радиозонд, вы дальше можете посчитать вот эти толщины слоев и определить абсолютный или относительный геопотенциал. Так, значит, это определение трех температур. Потенциальной температуры, псевдопотенциальной и температуры, потенциальной температуры с мощного термометра. Вот так она правильно называется. Значит, что это такое, сейчас мы разберемся. Я думаю, вы не очень это помните. Значит, начнем с определения потенциальной температуры. Потенциальная температура, напоминаю, это, наверное, все знают, но тем не менее. Это температура, которую примет воздух, если его с данного уровня сухоадиабатически опустить до 1000 гектапаскалей. Значит, температуру, которую примет воздух, если его с заданного уровня сухоадиабатически опустить до 1000 гектапаскалей. Значит, для определения потенциальной температуры есть два способа. Первый следует непосредственно из определения. У вас есть температура воздуха на каком-то уровне, и вы параллельно по сухой адиабате опускаетесь до 1000 гектапаскалей и смотрите, какая будет температура. Но есть и другой, более простой способ, которым вы сейчас проверите себя. Сухие адиабаты, если вы помните, подписаны. Поэтому нужно найти сухую адиабату, которая проходит через заданную точку. А заданная точка у нас минус 30 градусов на 700 гектапаскалей. И посмотреть, что же, как же подписана эта сухая адиабата. Они подписаны... Сейчас вам я тоже наизусть не помню, где они подписаны. Сейчас я вам скажу. Они подписаны вдоль изотермы минус 30 градусов как раз через 5. Нашли? Нашли подписанные сухие адиабаты? Да. Ну и какая же у вас там а сухая адиабата проходит через минус 30 на 700 гектапаскалей? Ну, только вы не... Вы проинтерполировали между соседними? Да. Как-то у вас не сходится с тем, что получилось, когда вы опустили до 1000 гектапаскалей? На 1 градус нет. Ну что, нашли, где подписаны сухие адиабаты? И сколько у вас получилось? У всех минус 4,5 получается? Минус 3,2. Не у всех. Проведены они через 5? Нет, это каждый квадратик, это 1 градус. А, это 10. Да. Ну что, разобрались, нет? Давайте я посмотрю. Вот у вас 700 гектапаскалей, вот у вас температура минус 30 градусов, да? Вот проходят сухие адиабаты, вот они подписаны, вот здесь. Да-да-да, вот они подписаны. Ну вот, соответственно, ищите через... Да, по-моему, через 2. Так не видно. Ну, в общем, близкие значения получаются, да? Минус 4, минус 3,5, где-то так. Ну, на самом деле, когда вы опускаетесь, да, до 1000 гектапаскалей, то лучше тоже, конечно, лучше тоже линейку использовать, потому что так мы ведем с вами кривую линию, не всегда точно получается. Так, разобрались с потенциальной температурой, идем дальше. Следующая, псевдопотенциальная температура. Что это такое для начала? Это температура, которую примет частица. если ее после псевдоадиобатического подъема до полной конденсации водяного пара, если ее после псевдоадиобатического подъема, псевдоадиобатический подъем, это по влажной адиобате. Не пугайтесь этого слова. Значит, если частицу после псевдоадиобатического подъема до полной конденсации водяного пара, то есть если мы это проделываем на АД, то максимально высоко, сухоадиобатически опустить до 1000 гектапаскалей. Да, то есть по идее, как у вас это будет происходить, если бы вы делали это графически, но графически это никто не делает, но вот чисто механизм. То есть у вас есть некоторая начальная точка подъема, вы определяете уровень конденсации до уровня конденсации по сухой адиобате, от уровня конденсации до конца, до самого верха по влажной адиобате и дальше вниз по сухой адиобате. Вот это температура, которая получится и будет псевдопотенциальная температура. Только так сложно никто не делает, а делают это проще, потому что не надо никуда опускаться, а влажные адиобаты все подписаны. И вот то, что на влажной адиобате подписано в кельвинах, это и будет псевдопотенциальная температура. Да, то есть вот цифры, подписанные в кельвинах на влажной адиобате, это и есть значение псевдопотенциальной температуры. Поэтому сложность здесь только одна, ну точнее не сложность, а дополнительная операция. Это определение уровня конденсации. Я вам говорила, что тот уровень конденсации, который мы с вами наносим на аэрологической диаграмме, относится к нашему конкретному состоянию атмосферы, если мы в качестве начальной точки подъема считаем земную поверхность. Вот радиозон, да, у нас есть какие-то данные на земной поверхности, вот уровень конденсации, он соответствует нижней границе облаков, да, если у вас какая-то вот влага, если она сконденсировалась, то будут образовываться облака. Поэтому для текущего состояния атмосферы мы определяем уровень конденсации от Земли и его наносим на аэрологической диаграмме, но если у вас стоит задача определить псевдопотенциальную температуру для какого-то другого уровня, то есть стартовать вы должны от него. Ну вот давайте возьмем опять-таки уровень, пусть будет 700 ГПА, температура воздуха будет 0, температура точки росы минус 10. И найдите мне псевдопотенциальную температуру. Значит, воздуха 0, точка росы минус 10. Первое, что мы делаем, да, вспоминаем, как мы ищем уровень конденсации. Из температуры проводим сухую адиабату, из точки росы проводим изограмму, там, где они пересекаются, и будет уровень конденсации. Из температуры, то есть из нуля проводим сухую адиабату, да, я не буду вам еще раз рисовать уровень конденсации, с вашего позволения. Из точки росы проводим изограмму, находим их пересечения. Нашли? Теперь находим влажную адиабату, которая проходит через эту точку, и по ней едем до самого верха, и находим значение в кельвинах, которое там написано. Ну, если там есть две из влажных адиабат, и на них написаны разные значения, то надо их сложить, разделить пополам, и получится значение, нужное вам. Ну что, сколько получилось, кто-нибудь скажет мне? 310 и 5. 310 и 5. А теперь сразу посмотрите, что там написано в градусах Цельсия. Ну, что написано в градусах Цельсия? 12. Вот то, что на этой влажной адиабате написано в градусах Цельсия, это псевдопотенциальная температура смоченного термометра. Не псевдо, просто потенциальная температура смоченного термометра. Что это такое, тоже сейчас скажу. Я просто, чтобы не заставлять вас еще раз это определять, значит, определяются они сразу вместе, до конкретной точки. Значит, это потенциальная температура смоченного термометра. Значит, что такое потенциальная температура смоченного термометра? Это температура, которую примет частица, если ее влажно-адиабатически, опустить с уровня конденсации до 1000 гектопаскалей. Значит, потенциальная температура смоченного термометра, это если частицу от уровня конденсации не сухо, а влажно-адиабатически, опустить до 1000 гектопаскалей. Ну вот в некоторые формулы, расчетные, да, и расчетные методы входит именно эта температура, поэтому ее иногда полезно определить. А, кстати, что касается псевдопотенциальной температуры, то тут можно привести даже реальный пример, для чего она нужна. Вот подумайте сами, когда у нас происходит такой процесс, что воздух поднимается влажно-адиабатически, а опускается уже сухо-адиабатически? Ну да, фен, да, ну в принципе не обязательно даже фен, а просто любое обтекание горы с выпадением осадков. Ну хотя в любом случае это можно назвать феном, просто феном, как правило, ну достаточно сильный ветер называется. Но если у вас происходит обтекание горы, то воздух поднимается по влажно-адиабатическому закону, дальше на вершине образуется облако, из него выпадают осадки, влага, соответственно, из объема выводится, и опускаться у вас воздух будет уже по сухой адиабате. Именно поэтому, да, вот эти феновые явления и резкие повышения температуры, связанные с феном, действительно там скачки температуры могут до 50-60 градусов быть, если высокая гора. Потому что охлаждение происходит значительно медленнее, чем нагрев. И так, в принципе, при опускании у нас идет нагрев, да, достаточно значительно. А если это еще по 1 градусу на 100 метров, то температура, которая будет за хребтом, будет намного выше, чем та, которая была перед горным препятствием. Так что вот здесь есть прям такая реальная, можно сказать, иллюстрация в синаптической такой практике. Так, на этом мы с операциями расчета заканчиваем. И дальше порассмотрим некоторую дополнительную обработку аэрологической диаграммы. То есть, когда на АД, на этот профиль температуры, наносятся некоторые дополнительные сведения, характеризующие текущие погодные условия. Значит, и первое, что наносится на аэрологическую диаграмму, это фронтальные слои. Да, ну вот представьте себе, что если у нас есть теплый фронт, и у нас поднимается радиозонд в какой-то точке, которая лежит перед теплым фронтом. То у вас изотермы, как бы так лучше нарисовать-то, если есть у нас фронтальный слой, ну да, предположим, если даже, у меня самый простой вариант, если у меня изотермия, пусть вот это будет фронтальный слой. Ой, не получился. Вот фронтальный слой. Да, будет скачок температуры. Так как в теплом и холодном воздухе у нас это холодный воздух, это теплый воздух. Соответственно, что мы с вами получим на аэрологической диаграмме в данном случае? Ну и получим с вами особую точку. Да, вот при пересечении фронтального слоя у нас температура повысится. Ну, я вам уже дальше все эти профили рисую для простоты не в косоугольной диаграмме, а в прямоугольной, да, то есть у меня вот этот вот кусочек отражает как раз инверсию. Понимаете, что в косоугольной диаграмме у нас уже наклонены изотермы, то есть если у нас изотермы вот так вот проходят, то такое изменение – это изотермия. То есть чтобы была инверсия, у нас температура вообще вот так должна меняться. Ну, просто это не очень удобно изображать на доске, поэтому для наглядности здесь я вам примеры рисую в прямоугольной системе координат, когда у нас давление и температура перпендикулярны, когда изотермы у нас вертикальные линии, а не наклоненные. Кажется, ну, в общем, так лучше видно. Значит, что мы, как мы выделяем фронтальный слой? Цветными линиями, горизонтальными, соответствующими виду фронта, то есть для холодного фронта синяя, для теплого фронта красная. Линии эти пересекают кривую стратификации на верхней и нижней границе фронтального слоя. И рядом отмечается толщина этого фронтального слоя в метрах и указывается скачок температуры. Значит, не обязательно на фронтальном слое будет инверсия. Может быть, вот такая картинка, да, когда, если чем выше мы поднимаемся вверх, тем больше охлаждается поднимающийся теплый воздух, и, соответственно, этот вот поднимающийся теплая воздушная масса может оказаться уже не теплее холодной воздушной массы, а даже холоднее, но, тем не менее, вот этот вот, да, градиент температуры, он будет несколько меньше. И в этом случае указывается со знаком минус, то есть у вас будет дельта h указано, и там, предположим, минус 3 градуса. Да, вот если у вас не инверсия, а более слабое падение, то вы указываете ту же разницу температуры между нижней и верхней границей, только уставите уже знак минус. Подчеркиваю, что это не инверсия. Значит, следующая дополнительная обработка – это выделение слоев инверсий, которые уже не связаны с фронтальной, а с другими механизмами. Значит, ну, если это в свободной атмосфере, пусть будет вот так, это инверсия оседания, да, в свободной атмосфере. Она выделяется черным цветом. Ну, уже привыкнете, что все, что черным, у меня белым, да, потому что у нас обратка. Вы пишете черным по белому, а я белым по черному. С другими процессами, с какими-то, да? Вот в антициклонах у нас образуется инверсия оседания. Значит, в этом случае также подписываются дельта H и дельта T. И черным же карандашом в кавычках пишется оседание. Нет, не оседание, а оседание. Инверсия оседания. Инверсии у нас не обязательно расположены в свободной атмосфере, как вы знаете, а могут начинаться от поверхности Земли. В этом случае также они выделяются линиями, только уже желтыми. А, ну да, желтого у меня тоже нет. Ладно, пусть будет вот такая вот. О, похоже на желтый. Значит, в данном случае выделяется только верхняя граница желтым цветом. Аналогично подписываются дельта H и дельта T. И дальше желтым же цветом подписывается тип. Приземная инверсия может быть либо радиационная, да, в результате радиационного выхолаживания над холодной поверхностью, либо ночью, либо зимой. Да, зимой радиационная инверсия может и в дневные часы сохраняться. Либо второй тип инверсии – это адвективная. Когда у нас торгается теплая воздушная масса на холодную подстилающую поверхность. Значит, если у нас теплая воздушная масса торгается на холодную поверхность, то у нас будет адвективная инверсия. Значит, в зависимости от того, какой процесс, это можно определить по картам синаптическим за данный срок. Вот подписывается тип инверсии. И, наконец, последний тип инверсии, который выделяется, это инверсия, соответствующая тропопаузе. Коричневой линией проводится. Ну, коричневого у меня уж совсем нету, поэтому вы себе напишите. Значит, коричневым цветом выделяется граница тропопаузы. И указывается высота тропопаузы в метрах и температура в градусах Цельсия на уровне тропопаузы. Значит, выделяется тропопауза коричневой линии. Граница тропопаузы нижняя. И указывается высота в метрах уровня тропопаузы и температура в градусах Цельсия на уровне тропопаузы. Дальше, следующая операция. Выделяются уровни, где температура воздуха достигает нуля градусов, минус 10 градусов и минус 20 градусов. Значит, уровни, где температура воздуха достигает нуля градусов, минус 10 и минус 20. Выделяются эти уровни горизонтальными отрезками красного цвета. Горизонтальные отрезки красного цвета, пересекающие кривую стратификации. И подписывается соответствующее значение ноль, минус 10 или минус 20. Значит, почему выделяются именно эти уровни? Ноль градусов. Это температура, начиная с которой в воздухе появляются переохлажденные капли. Значит, ноль – это граница появления переохлажденных капель. Ну, наверное, самый важный уровень – это минус 10 градусов. Это средняя температура, начиная с которой наряду с переохлажденными каплями в воздухе присутствуют ледяные кристаллы. Значит, минус 10 градусов – это порог, начиная с которого в воздухе присутствуют помимо переохлажденных капель ледяные кристаллы. Причем эти ледяные кристаллы могут как образовываться непосредственно на данной высоте, так и засеваться из более верхних слоев. Почему это важнейшая, скажем так, характеристика? Потому что именно с этого момента облако теряет колоидальную устойчивость. При возникновении наличия и капели кристаллов облако становится колоидально неустойчивым и может давать осадки. И, наконец, уровень минус 20 градусов – это, опять-таки, среднее значение, начиная с которого исчезают капли. То есть, если температура становится ниже минус 20, то облако, как правило, чисто кристаллическое, а значит, опять колоидально устойчивое. То есть, все вот эти вот границы важны с точки зрения того, могут ли облака, находящиеся на данной высоте, давать осадки или нет. Следующая операция. По визуальным наблюдениям самолетов выделяются слои облаков. выделяются они волнистыми синими линиями слева от кривой стратификации, заштриховываются и подписывается тип облаков. Плохо нарисовала, он в кружочке подписывается. Вот, например, альтостратус и нимбостратусы. Ну, они редко разделены прослойкой, но здесь для наглядности вот я вам их разделила. Значит, выделяются волнистыми синими линиями, промежуток заштриховывается и подписывается тип облаков. Зона осадков Волнистые зеленые линии вертикальными штрихами и значком указывается тип Зона осадков Вертикальные зеленые штрихи и в середине значок, обозначающий вид осадков. Значит, следующая операция выделяется Зона обледенения. Ну, для начала определения, значит, обледенение это отложение льда на внешних поверхностях летательных аппаратов. Значит, отложение льда на внешних поверхностях летательных аппаратов. Возникает оно, как правило, при полете в переохлажденных водяных облаках или в смешанных облаках. Значит, возникает оно либо в переохлажденных водяных, либо в смешанных облаках. При диапазоне температур от минус 3 до минус 12 градусов Цельсия. Значит, при температурах от минус 3 до минус 12 градусов Цельсия. Значит, в том случае, даже если у нас только переохлажденные капли, на то они и переохлажденные, что, сталкиваясь с твердой поверхностью, они на этой поверхности намерзают. И получается как раз обледенение. Наиболее опасное с точки зрения обледенения самолетов это зоны теплых фронтов и фронты окклюзии. И чаще всего обледенение наблюдается в умеренных широтах, чаще всего в переходные сезоны. Значит, выделяется зона обледенения красными линиями справа от кривой стратификации. дальше указывается значок обледенения вот такой вот и проставляется степень интенсивности обледенения. Да, здесь еще стрелочки. Все это красным цветом. Зона обледенения, значок и интенсивность. аналогичным образом тоже красным цветом обозначают слой болтанки. здесь волнистая линия и значок болтанки. Первый значок это умеренная болтанка, второй это сильная болтанка. Ну, они могут быть друг над другом, просто мне здесь уже неудобно было писать, у меня там тропопауза уже подписана. Да, как правило, там на аэрологической диаграмме места побольше, все влезает. Значит, вот таким образом обозначается слой болтанки. Ну, наиболее часто болтанка возникает на холодных фронтах или в зоне струйных течений. Да, это так называемая турбулентность ясного неба. В зоне струйных течений у нас существует турбулентность ясного неба и там также часто наблюдается болтанка. Ну, естественно, что болтанка, в общем-то, это такой, да, специфический термин авиационной метеорологии, резкие колебания положения судна, а если говорить про физические процессы, это в любом случае следствие турбулентности. И, наконец, еще желтым цветом, ну, как правило, это у земли, выделяется штриховкой слой тумана и ставится значок тумана и проставляется его интенсивность. Желтым цветом выделяется слой тумана, но не случайно я вам на нижней нарисовала, да, там, где у нас традиционная инверсия, там наиболее вероятно образование тумана, проставляется значок тумана и его интенсивность. Ну, вот, по сути, все операции, значит, обработки аэрологической диаграммы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова